Продолжение следует... Прошу садиться. Продолжение следует... 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 Спасибо. Я напоминаю участникам процесса о их правах и обязанностях. Соответственно, вы участвуете в процессе на основе принципа состязательности. Вы можете излагать свою позицию по делу, отвечать на вопросы другой стороны и заявлять ходатайство, в том числе ходатайство об отводе судей. О приобщении документов, если в процессе слушания возникнут такие у вас намерения, вы можете обратиться к суду о приобщении дополнительных документов, помимо тех, которые у вас имеются. И, кроме того, можете выступать также с заключительными речами. Пожалуйста, придерживайтесь предмета рассмотрения. В Конституционном суде имею в виду, что Конституционный суд рассматривает вопросы права и не занимается вопросами политической целесообразности. К друг к другу обращайтесь вежливо. И со своими пояснениями прошу, пожалуйста, здесь трибуны, а вопросы можете друг к другу задавать и отвечать с места. Понятны ли вам ваши права и обязанности, уважаемые участники? Теперь я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо ходатайства об отводе судей из процесса? Имеются ли у судей, уважаемые коллеги, предложения об отводе кого-либо? Нет. Самоотводы? Нет. Какие-либо другие ходатайства имеются ли у участников процесса? Пожалуйста. Нет. У вас? Тоже нет. Хорошо. Тогда переходим к исследованию по существу вопроса. Для сообщения о поводах и основаниях рассмотрения дела о мерах, предпринятых по подготовке и осуществлении дела, я попрошу судью докладчика, уважаемого Сергея Дмитриевича Князева. Сергей Дмитриевич, прошу вас. Спасибо, Валерий Дмитриевич. Уважаемые коллеги, уважаемые участники процесса и все присутствующие, поводом к рассмотрению сегодняшнего дела, настоящего дела, послужила жалоба регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге, поступившая в Конституционный суд 12 апреля 2018 года. В этой жалобе названным региональным отделением оспаривается Конституционность части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства, согласно которой с административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов или референдума могут обратиться гражданин, зарегистрированный в установленном порядке, участвовавший в выборах в качестве кандидата, избирательное объединение, участвовавшее в выборах и выдвинувшее кандидата или список кандидатов на выборные должности, инициативная группа по проведению референдума и или ее уполномоченные представители, в установленных законом случаем прокурор. Как следует из содержания жалобы и приложенных к ней материалы, названными региональным отделением политической партии, на выборах депутатов представительного органа муниципального образования в городе Санкт-Петербурге, муниципальный округ номер 15, которые были назначены на 14 сентября 2014 года, выдвинуты были кандидаты в количестве 20 человек. Однако ни один из выдвинутых кандидатов не был зарегистрирован в избирательной комиссии, причиной чему послужило воспрепятствование им в своевременной подаче документов для решения вопроса о регистрации со стороны председателя избирательной комиссии муниципального образования, который, в частности, изменял место и график работы избирательной комиссии, необоснованно затягивал рассмотрение документов, представленных другими избирательными объединениями, и совершал иные подобные действия. После окончания выборов избирательное объединение регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании недействительными и отмене их результатов. В обосновании своих требований административный истец ссылался, помимо прочего, на факт возбуждения в отношении председателя комиссии уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 41 Уголовного кодекса воспрепятствования осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий, которое впоследствии было прекращено по нереабилитирующему основанию, по ходатайству обвиняемого в связи с амнистией. 1 июня 2016 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение об отказе в принятии к производству административного искового заявления регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Петербурге в связи с тем, что выдвинутые этим избирательным объединением кандидаты не были зарегистрированы, а потому и само избирательное объединение не может быть субъектом оспаривания результатов выборов по части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства, поскольку не принимало участие в выборах. 8 сентября 2016 года судебная коллегия по административным делам Санкт-Петербургского городского суда вынесла апелляционное определение об отказе в принятии административного искового заявления и оставила без удовлетворения частную жалобу председателя Совета регионального отделения данной партии. 13 апреля судья Санкт-Петербургского городского суда своим определением отказал в передаче кассационной жалобы регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. По мнению заявителя, оспаримое положение законоположения не соответствует статьям 32 часть 2 и 46 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации, поскольку не предусматривают для избирательного объединения возможность обращения в суд за защитой и восстановлением своих нарушенных прав на участие в выборах посредством отмены их результатов, а также избирательных прав выдвинутых им кандидатов незарегистрированных в следствии преступных действий членов избирательной комиссии. По результатам предварительного изучения жалобы Конституционный суд, придя к выводу о наличии неопределенности в вопросе о соответствии части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Конституции Российской Федерации на пленуме, состоявшемся 20 сентября этого года, принял решение о принятии ее к рассмотрению с проведением публичного слушания. При предварительном изучении и подготовке дела к слушанию мной были направлены обращения полномочным представителям президента Совета Федерации, Государственной Думы и правительства в Конституционном суде, а также председателю Верховного Суда, генеральному прокурору, председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим лицам и организациям. Полученные ответы приобщены к материалам дела, доведены до сведения сторон, которые, как уже об этом говорил Валерий Дмитриевич, заблаговременно, как того требует закон о Конституционном суде, были освещены о месте и время сегодняшнего заседания. У меня все, спасибо. Спасибо, Сергей Ильич. Уважаемые коллеги и судьи, есть ли какие вопросы к суде-докладчику? Нет? Тогда нам надо решить вопросы о порядке исследований материалов дела. Предлагается следующий порядок – заслушать выступление представителей стороны, обратившейся с жалобой в Конституционный суд, затем, соответственно, выступление представителей стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый нормативный акт, после этого представители других государственных органов, приглашенных сюда в заседание. После этого может быть решен вопрос о приобщении дополнительных документов и стороны, если пожелают, могут выступить заключительными речами. После выступлений сторон другой стороной и судьями могут быть заданы вопросы. Я еще раз напоминаю свое пояснение по делу. Вы излагаете здесь с трибуны, на вопросы отвечаете с места. Прошу вас учесть принятый порядок в заседании, на вопросы вы отвечаете стоя и только после разрешения председательствующего. Какие есть у вас по предложенной схеме обсуждения вопросов замещания? Согласны вы, да? У вас есть какие-то возражения? Нет. Уважаемые судьи? Нет, не вижу. Прошу проголосовать. В соответствии с принятым порядком, я тогда прошу стороны изложить свои позиции по делу. Уважаемый Антон Юрьевич, прошу вас. Уважаемый суд, уважаемый председатель, участвующие в деле лица, присутствующие. Я не буду подробно излагать дело, остановлюсь на конкретных фактах. В деле, послужившем основанием для обращения в Конституционный суд, выдвинутые кандидаты не были зарегистрированы в результате неправомерных действий третьих лиц. По результатам изучения этих действий третьих лиц было возбуждено дело, оно было прекращено по амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, положение части 15-й, 239-й статьи Кодекса об административном судопроизводстве не позволяет обжаловать результаты выборов лицам, не участвовавшим в выборах, а также не зарегистрированных в качестве кандидатов. Нарушение само состоялось именно в порядке регистрации этих кандидатов. Поэтому Кодекс в дальнейшем не позволил обжаловать ни самим выдвинутым кандидатам, ни объединению, которое их выдвинуло эти действия. Поэтому, на наш взгляд, есть нарушение права на судебную защиту, поскольку оно ограничено положениями Кодекса об административном судопроизводстве, а также есть ограничение конституционного права граждан быть избранными. Соответственно, в 239-й статье Кодекса об административном производстве эти положения перекочевали из Гражданского процессуального кодекса 250-й статьи. В данном случае она уже отменена и заменена положениями административного кодекса. Но часть 2-я статьи 55-й Конституции говорит о том, что нельзя принимать законы, умоляющие права человека и граждан. В данном случае это происходит, но, на мой взгляд, поскольку норма она перекочевала из Гражданского процессуального кодекса, говорить четко, что произошло это именно в связи с принятием нового положения невозможно. Вместе с тем, по моему мнению, расширение субъектного состава, который предусмотрен 15-й частью 239-й статьи Кодекса об административном судопроизводстве, может привести к злоупотреблению правами в рамках избирательного процесса. То есть могут появиться лица, которые будут злоупотреблять своим правом. Но мы не должны ставить в зависимость от появления необоснованных исков по таким категориям дел права граждан, которые фактически не могут их реализовать по причине нарушения их прав. Данное дело очевидно ставит в зависимость фактически наличие нарушенного права, которое преследуется по закону. То есть у нас есть возможность возбуждения уголовного дела по 141-й статье УК, но нет возможности восстановления права гражданина, чье право нарушено. То есть судебный порядок для лица, не зарегистрированного в качестве кандидата, даже если это не регистрация состоялась по причине фактических преступлений, он закрыт для этого гражданина. Поэтому мы считаем, что вот это положение существенно ограничивает. Законодатель по всей видимости исходил из благих целей, чтобы исключить злоупотребление в избирательном процессе. Но вместе с водой, скажем так, выплеснул и младенца в виде незарегистрированного кандидата. Фактически объединение также лишено обжалования этих действий. Соответственно, мы считаем, что коли уж у нас есть возможность возбуждения уголовного дела в связи с нарушением в избирательном процессе, то должен быть и механизм, позволяющий восстановить это нарушенное право в рамках административного судопроизводства. – Все у вас, да? – Да. – Пожалуйста. Уважаемые представители другой стороны, есть ли у вас какие вопросы к выступавшим? Михаил Владимирович, прошу вас. – Уважаемый Антон Ильич, вот ваша последняя фраза о том, что восстановить нарушенное право. Я бы хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, было ли решение суда, которым был бы признан незаконным отказ в регистрации кандидата? Нет. Этот вопрос не рассматриваю. – Ну, с учетом того, что у нас уголовное дело, оно состоялось, оно было прекращено не по основаниям отсутствия состава преступления. Такое нарушение есть, и, в общем-то, говорить о том, что права не были нарушены в результате нерегистрации и неправомерных действий избирательной комиссии. Не представляется возможным. – Уважаемый Антон Ильич, ну вы же адвокат, вы понимаете, в данном случае речь идет о привлечении к уголовной ответственности конкретного лица. Факт незаконного отказа в регистрации разу удостоверяется решением следователя? А нет. – Еще вопросы есть? Андрей Александрович, пожалуйста. – Уважаемый Антон Ильич, я, может быть, вот уточню, у меня, наверное, в том же ключе вопрос, который представитель президента задал. Скажите, пожалуйста, вы, я как понял, ну, из материала дела это следствует, уважаемый судья-докладчик тоже докладывая, обратил внимание, что всячески уклонялась избирательная комиссия от того, чтобы совершить предусмотренные законом действия. Вот бездействия избирательной комиссии вы обжаловали в суде или нет? – Нет, бездействия не обжаловались. – Спасибо. – Нет вопросов ваших? Уважаемые судьи, вопросы какие есть у вас? Не вижу. Тогда я попрошу представителей другой стороны выступить со своими пояснениями по делу. Уважаемая Марина Павловна, прошу вас. – Добрый день, уважаемые председательствующие, высокий суд, участники процесса. В соответствии со статьей 32, части 2 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право избираться и быть избранными в органы государственной власти и местного самоправления. Реализация, принадлежащая гражданам Российской Федерации избирательных прав, осуществляется посредством их участия в выборах. При этом, согласно пункту 1 ст. 1 Федерального закона 12 июня 2002 года, номер 67 ФЗ, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов РФ с уставами и муниципальных образований определяются федеральным законом. Как ранее отметил Конституционный суд РФ, важнейшей гарантией реализации избирательных прав граждан является судебная защита, порядок осуществления которых установлен федеральным законом. Определяя способы и формы судебной защиты нарушенных избирательных прав, закон должен гарантировать охрану как активного, так и пассивного избирательного права. а также ответственность избирательных комиссий за неправомерные действия решений, препятствующие надлежащим осуществлению избирательных прав. Постановление Конституционного суда Российской Федерации 25 апреля 2004 года, номер 4П, 26 декабря 2005 года, номер 14П, 22 апреля 2013 года, номер 8П. Соответственно, пунктом 1 ст. 75 Федерального закона, направленной на конкретизацию положений ст. 46 в части 1 и 2 Конституции Российской Федерации в целях реализации гражданами своего права на судебную защиту при нарушении принадлежащих им избирательных прав предусмотрено, что решение действия бездействия органов государственной власти, органов местного самоправления, общественных объединений должностных лиц, а также решение и действия бездействия комиссии их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в суд. При этом, согласно пункту 10 указанной статьи с жалобами на решение и действие бездействия, нарушающие избирательные права граждан и права граждан на участие в референдуме, могут обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные объединения, инициативная группа по проведению референдума, ее полномочные представители, наблюдатели, а также комиссии. Избиратели, участники референдума, вправе обратиться с жалобами на решение действия бездействия участковой комиссии, связанной с установлением итогов голосования на том избирательном участке, участке референдума, на который они принимали участие в выборах референдума. Таким образом, федеральным законом от 12 июня 2002 года, номер 67 ФЗ, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, установлен широкий круг заинтересованных субъектов, включая избирательное объединение, к которому относится, в частности, и региональное отделение политической партии, имеющее в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня под пункт 25 ст. 2 Федерального закона, который вправе обжаловать в судебном порядке действия бездействия избирательной комиссии или ее должностных лиц, в том числе и такие, связанные с нарушением избирательных прав граждан, действия бездействия, как препятствия должностными лицами избирательной комиссии в реализации гражданского права на подачу документов, необходимых для регистрации его в качестве кандидата на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Определение в части 15 ст. 219 Кодекса круга лиц, имеющих право оспорить решение избирательной комиссии об итогах голосования и о результатах выборов, корреспондирует положение части 1 ст. 4 Кодекса, согласно которой каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов, либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд за защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами. Тем самым, по общему правилу, предполагается, что лицо обращается в суд за защитой своих прав, свобод и или законных интересов, которые, как оно полагает, были нарушены, что обеспечивает справедливый баланс интересов, взаимных процессуальных прав и обязанностей участников соответствующих правоотношений, а также устанавливает пределы защиты лицом своих прав, с тем, чтобы при этом не были необоснованы молены права, свободы или законы интереса иных лиц, часть 3 ст. 17 Конституции РФ. Не включение избирательного объединения, не участвовавшего в выборах, в том числе и избирательного объединения, кандидаты которого не были допущены к выборам в связи с отсутствием необходимой регистрации, в перечне субъектов, указанных в части 15 ст. 219 Кодекса, обусловлено, как представляется тем, что права и интересы избирательного объединения, выборов, в которых оно не принимало участие, непосредственно не затрагиваются. Вместе с тем, представление такому избирательному объединению возможности обжаловать итоги выборов может привести к необоснованному и несоразмерному ограничению прав и законных интересов субъектов, в них участвовавших и в конечном счете к нарушению Конституционного принципа справедливости. Схожие позиции прослеживаются и в решениях Конституционного суда РФ определения от 23 июня 2016 года номер 1411 О, от 18 июля 2017 года номер 1780 О, который применительно к положениям в части 15 ст. 239 Кодекса отметил, что действующее правовое регулирование дифференцирует порядок обращения в суд в части определения участников избирательных правоотношений, правомочных обращаться в суд с соответствующими заявлениями с учетом характера их субъективных прав, что согласуется с позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложено в постановлении от 22 апреля 2013 года номер 8 П, согласно которой федеральный законодатель обладает определенной свободой смотрения при создании конкретных процессуальных механизмов судебной защиты избирательных прав, включая установление формы, ее реализации, круга субъектов и оснований для обращения в суд и т.д. Вместе с тем, как указал Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 15 января 2002 года номер 1 П, подлинно свободно-демократические выборы осуществляют на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании предопределяют, в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в выборах в качестве кандидатов и право других лиц свободно выражать свое отношение к ним, голосуя за или против. Соответственно, незаконные решения гражданина, возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводят к искажению характера выборов, как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей. Свобода воли и изъявления которых может ограничиться самим фактом лишения права голосовать за любого из законных выдвинутых кандидатов. При этом принцип соразмерности требует использования в каждом конкретном случае нарушения избирательных прав соответствующего способа восстановления или компенсации, учитывающего их специфику, связанную с тем, что, будучи индивидуальными, эти права реализуются в процессе выборов, предполагающих выявление общей воли избирателей, принявших участие в голосовании. Это, однако, не должно приводить к отказу от использования компенсаторных механизмов, устранения последствий обнаруженных нарушений, а также исключать ответственность допустивших эти нарушения субъектов избирательного процесса, включая избирательные комиссии. Данным правовым позициям корреспондирует положение под пунктов Д и Е пункта 2 статьи 77 Федерального закона 12 июня 2002 года номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в соответствии с которыми, к обстоятельствам, при установлении которых судом он может отменить решение избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после определения их результатов, относятся к признанию после дня голосования незаконным отказом от регистрации кандидата, списка кандидатов и установлении иных нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей. В определении от 23 июня 2016 года номер 1411 Конституционный суд Российской Федерации указал, что из взаимосвязанных положений части 15 статьи 239 Кодекса и под пункта Д пункта 2 статьи 77 Федерального закона 12 июня 2002 года номер 67 в ходе об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации следует, что право обжалования решения избирательной комиссии о результатах выборов представлено не только гражданину зарегистрированному в установленном порядке, участвовавшему в выборах в качестве кандидата избирательному объединению, участвовавшему в выборах и выдвинувшему кандидата или список кандидатов на выборной должности, но и гражданину и избирательному объединению в случае признания после дня голосования незаконным отказом в регистрации такого гражданина кандидатам или отказа в регистрации кандидатов в избирательном объединении, имея в виду, что признание после голосования незаконного отказа в регистрации кандидатов в списке кандидатов, если это нарушение не позволяет выявить действительно волю избирателей, является основанием для отмены судом результатов выборов. Таким образом, в действующем избирательном законодательстве РФ в соответствии с выраженным Конституционным судом РФ правовыми позициями Предусмотрены компенсаторные механизмы, направленные на восстановление нарушенных избирательных прав граждан, в том числе на восстановление нарушенного пассивного избирательного права гражданина в связи с действием бездействия соответствующей избирательной комиссии и ее должностных лиц. В свою очередь, признание судом незаконными соответствующих действия бездействия избирательной комиссии или ее должностных лиц, в результате которых гражданин был лишен возможности представить необходимые документы в соответствующую избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата, является в соответствии с указанным положением федерального закона номер 67 ФССР и правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации основанием для рассмотрения судом вопроса об отмене решения избирательной комиссии о результатах соответствующих. Между тем, как указано в жалобе заявители, исследуя из приложенных к ней материалов уголовного дела, возбуждено в отношении председателя указанной выше избирательной комиссии муниципального образования города Санкт-Петербурга, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141 Уголовного кодекса Российской Федерации, воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав было прекращено вследствие акта об амнистии до постановления судом. Согласно сформулированным Конституционным судом Российской Федерации, правовым позициям решения прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемых в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года номер 7П, от 14 июля 2011 года номер 16П, от 8 ноября 2016 года номер 22П, от 8 декабря 2017 года номер 39П и другие. В этой связи приведенный в жалобе заявитель довод о том, что совершение преступления членам избирательной комиссии муниципального образования подтверждается не приговором, а постановлением о прекращении уголовного дела по не реабилитирующему основанию с правовой точки зрения является некорректным и не может рассматриваться в качестве основания для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах выборов после определения их результатов. Так как вина должностного лица соответствующей избирательной комиссии в совершении преступления, в результате которого были нарушены избирательные права граждан, в установленном порядке, доказано не было. На основании изложенного положения части 15 ст. 239 Кодекса в полной мере согласуется с Конституцией Российской Федерации, поскольку во взаимосвязи с положением федерального закона номер 67ФЗ, устанавливающими гарантии судебной защиты нарушенных избирательных прав и с учетом выраженных Конституционным судом Российской Федерации правовых позиций, о спариваемой положении не содержит препятствий для принятия судом к рассмотрению административного иска избирательного объединения, выдвинувшего кандидата или список кандидатов на выборные должности, об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов, в том случае, если незаконно здесь и бездействие избирательной комиссии или ее должностных лиц, в результате которых были нарушены пассивные избирательные права граждан, выдвинутые в качестве кандидатов соответствующими избирательными объединениями, подтверждена решением суда. Уважаемый Высокий суд, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации просит Конституционный суд Российской Федерации признать оспариваемой сегодня положении части 15 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, соответствующим Конституцией Российской Федерации ст. 32, ч. 2 и 46, ч. 1 и 2. Спасибо большое. Уважаемый Андрей Александрович, прошу вас. Уважаемый суд, уважаемый председатель, Цент Федерации письменно также представил свой отзыв. Я не буду его оглашать, я только прошу прощения у суда и у суди-докладчика там в тексте отзыва посмотрел, есть в некоторых местах опечатка, там 259. Я прошу прощения за эту недоработку. 239, безусловно, статья. Тот же самый вопрос, по большому счету, в первую очередь должен стоять, наверное, перед нами. Вообще, можем ли мы говорить о том, что в рамках всей той ситуации, которая рассматривается, действительно были нарушены права этого избирательного объединения. Я думаю, что действительно так оно и было. Потому что из материалов дело следует, что, по всей видимости, действительно было неправомерно, незарегистрировано тот список, который они предоставляли. Ну, другое дело, что в силу известных только заявителю причин, они выбрали определенный способ защиты своих прав. Здесь я не могу не согласиться, что отсутствуют какие бы то ни было механизмы защиты своих прав. И именно в связи с этим был у меня вопрос о том, а были ли по части 2, 239 предоставленные КАС возможности задействованы. Было ли обжаловано это бездействие. И тогда, мне кажется, что результат мог бы быть иным. Но заявитель выбрал другой способ. Они пошли тоже совершенно, это их право. Они пошли по пути преследования в уголовном порядке должностного лица. Ну, и результат мы знаем, исходя из материалов дела. Итак, уважаемый суд, уважаемые стороны, участники процесса. Сейчас у нас, по сути дела, перед нами стоит вопрос о том, является ли участником избирательных правоотношений заявитель, те, кого он представляет. Право на обращение с жалобами на решение действий, подчеркну, бездействия, нарушающие избирательные права граждан, помимо оспариваемых положений, закреплены также еще рядом статей. В частности, пунктом 10 ст. 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. В названном пункте не конкретизируется, что в суд с соответствующими заявлениями может обратиться только избирательное объединение, участие в выборах. Так как это установлено в оспариваемой части 15 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства. В федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав не определяется, с какого момента избирательное объединение признается участвовавшим в выборах. Это так. В федеральном законе о политических партиях также не устанавливается, с какого момента политическая партия признается участвующей в выборах. Партия считается участвующей в выборах, в том числе в случае проведения голосования на выборах за выдвинутых ею кандидатов и зарегистрированных кандидатов на выборах в органы местного самоуправления более чем в половине регионов. При этом в федеральном законе о политических партиях речь идет о партии в целом, а не о ее структурном подразделении, которое в соответствии с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав может быть самостоятельным избирательным объединением. Согласно правопозиции Конституционного суда, определяя способы и формы судебной защиты нарушенного права, закон должен гарантировать охрану как активного, так и пассивного избирательного права, а также ответственность избирательных комиссий за неправомерные действия, препятствующие надлежащему осуществлению названных прав. Негативные последствия, явившиеся результатом незаконных действий избирательных комиссий, должны быть компенсированы, а доброе имя гражданина восстановлено на основе вытекающего из статьи 53 Конституции признания и возмещения государством причиненного вреда, что как универсальный способ защиты нарушенных прав предполагает государственные гарантии от любого претерпевания причиненного лицу публичной властью. Это постановление Конституционного суда 2002 года, номер 1.П. Кодекс введен в действие с 15 сентября 2015 года. При этом положение части 15 статьи 239 Кодекса в части возможности обращения в суд гражданина, зарегистрированного в установленном порядке, участвующего в выборах в качестве кандидата, а также избирательного объединения, участвовавшего в выборах, и выдвинувшего кандидата или список кандидатов на выборные должности, по сути, аналогичны действующим до введения его в действие нормам Гражданского процессуального кодекса. На это уже обращали внимание выступавшие здесь. Постановлением Конституционного суда 22 апреля 2013 года, номер 8.П. Взаимосвязанные положения ст. 30, 75 и 77 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и часть 1 ст. 239 Гражданского процессуального кодекса признаны непротиворечащими Конституцией в той мере, в какой эти законоположения по своему конституционно-правому смыслу предусматривают право регионального отделения партии на обращение в суд с заявлением о защите своих избирательных прав, связанных с участием в соответствующих выборах. В качестве избирательного объединения, ровно как и о защите прав и законных интересов самой партии, в случае, если это допускается уставом партии, независимо от уровня выборов и непосредственного участия в них данного регионального отделения партии. Оспариваемые положения ч. 15 ст. 259 Кодекса административного судопроизводства не претерпели принципиального изменения по отношению к действовавшему ранее правового регулирования. И названные положения дифференцируют порядок обращения в суд в части определения участников избирательных правоотношений, правомочных обращаться в суд с соответствующими заявлениями и согласуются с правовой позицией Конституционного суда, сформулированной в постановлении от 22 апреля 2013 года номер 8-П. Я также все-таки еще раз хочу обратить внимание на то, что на наш взгляд при нарушении прав заявителя заявитель избрал определенный способ, предоставленный ему законом, своей защиты. Он обратился к уголовному преследованию лиц, которые, по его мнению, действия которых или бездействия, ввели к нарушению его прав. И это, безусловно, право было заявителя. Мы знаем, что, да, действительно, в результате акта амнистии были приняты те решения, которые позволял принять закон. Но я хочу обратить внимание уважаемого суда, что Совет Федерации и Комитет по конституционному законодательству мы совместно, работая с Центральной избирательной комиссией, в общем, достаточно последовательно изменяем наше законодательство в сторону ужесточения ответственности всех участников избирательного процесса. В частности, там появились дополнительные нормы административной ответственности, уголовной ответственности. Эта ответственность усилена, административная, уголовная. Эти поправки принимались не так давно. То есть мы идем по этому пути. Мы считаем, что это достаточно важная часть от изменения законодательства избирательного, которое сегодня происходит для того, чтобы повысить доверие со стороны всех участников избирательного процесса к выборам. На мой взгляд, в данном случае просто заявитель, он не воспользовался теми возможностями в полной мере, которые КАСА вам предоставляет, в частности, возможностями, которые предоставлены частью второй статьи 259. Поэтому говорить о том, что у него нет никаких возможностей для восстановления своих нарушенных прав, я бы в данном случае не стал. С учетом изложенного, я полагаю, что положение части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства соответствует статьям 15, 32, 46 Конституции Российской Федерации. Прошу вас. Спасибо, Игорь Михайлович. Уважаемый Михаил Владимирович, прошу вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Глубоко уважаемый высокий суд. Поводом к рассмотрению Конституционным судом настоящего дела явилась жалоба регионального отделения партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге на нарушение Конституционного права быть избранным. В своей жалобе региональное отделение просит признать противоречащими части 2 статьи 32, читаем 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации. Норма части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В той мере, в какой они не предусматривают возможность обращения в суд за защитой нарушенного пассивного избирательного права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов для участия в выборах и корреспондирующему праву лиц, давших согласие на выдвижение кандидатами в депутаты от избирательного объединения, но не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты по причине совершения преступления членами избирательной комиссии муниципального образования, что подтверждается не приговором, а постановлением о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Полагаю, что доводы автора жалобы несостоятельны и не могут быть поддержаны, а сама жалоба не подлежит удовлетворению ввиду следующих обстоятельств. Право на судебную защиту, как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод. Постановление от 11 мая 2005 года, от 20 февраля 2006, от 5 февраля 2007 и так далее. Статья 46 Конституция Российской Федерации выступает конституционной основой судебной защиты прав и законных интересов участников избирательных правоотношений. Однако Конституция Российской Федерации непосредственно не устанавливает какой-либо определенный порядок реализации указанного права. В соответствии с позицией Конституционного суда Российской Федерации, федеральный законодатель обладает определенной свободой усмотрения при создании конкретных процессуальных механизмов судебной защиты избирательных прав, включая установление формы и реализации круга субъектов и оснований для обращения в суд. Постановление 22 апреля 2013 года. В соответствии со статьей 3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, задача административного судопроизводства является в частности защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организации в сфере административных и иных публичных правоотношений. В развитии закрепленной в статье 46 Конституции Российской Федерации гарантии на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина положение данного кодекса предусматривают, что каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав свободы законных интересов. При этом в административном исковом заявлении должны быть указаны сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обратившегося в суд или иных лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые могут повлечь за собой их нарушения. Тем самым законодательство об административном судопроизводстве исходит по общему правилу из того, что любому лицу судебная защита гарантируется только при наличии оснований предполагания, что права и свободы, о защите которых просит лицо, ему принадлежат, и при этом указанные права и свободы были нарушены или существует реальная угроза их нарушения. Положение части 15-239 статьи Кодекса административного судопроизводства установлено, что с административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования и о результатах выборов могут обратиться гражданин, зарегистрированный в установленном порядке и участвовавший в выборах в качестве кандидата. Другим лицом является избирательное объединение, участвовавшее в выборах и выдвинувшее кандидата или список кандидатов на выборные должности. Ну и в установленных законным случаям прокурор. Таким образом, право на судебное обжалование итогов голосования и результатов выборов федеральный законодатель, действуя в пределах своей компетенции, наделил политические партии, деятельность которых в рамках конкретных выборов заключается не только в выдвижении кандидатов в списках кандидатов, но и в участии в этих выборах. По смыслу подпункта 10 статьи 2 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, под выдвижением кандидата понимается инициатива избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность. Данные понятия коррелируются с положениями федерального закона от 11 июля 2001 года о политических партиях. Так, пунктом 4 статьи 3 указанного федерального закона в качестве основных целей политических партий выделено выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в законодательные представительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выбранных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. В статье 37 указанного федерального закона устанавливаются критерии признания партии, участвующей в выборах. При этом определяющим является проведение голосования на выборах за выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов на выборах различного уровня. Согласно пункту 2 ст. 33 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, кандидат считается выдвинутым после поступления в избирательную комиссию заявлений в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу. Регистрация в соответствии с положениями ст. 38 названного закона осуществляется соответствующей избирателем комиссии при наличии указанных законом документов и достоверности содержащихся в них сведений. Таким образом, регистрация является тем моментом, когда избирательная комиссия фиксируется на инициативу избирательного объединения в определении кандидата. Именно начиная с момента регистрации кандидата избирательной комиссии, закон связывает осуществление последующих действий, необходимых для проведения избирательной кампании и дальнейшего участия в выборах, проведения агитации, освобождения от работы службы и т.д. Именно участие политической партии в выборах, в той форме, в которой ее подразумевают указанные нормы федерального закона от 11 июля 2001 года о политических партиях, позволяет рассматривать ее как субъект оспаривания, прибегающего к механизму судебной защиты пассивного избирательного права, которое могло бы быть нарушено в ходе установления итогов голосования и определения результатов выборов. Такой подход коррелирует с положениями части 15 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства, касающимися прав граждан, зарегистрированных в установленном порядке и участвовавших в выборах в качестве кандидата. Как указал Конституционный суд РФ в определении от 18 июля 2017 года, законодательство об административном судопроизводстве исходит по общему правилу из того, что любому лицу судебная защита гарантируется только при наличии оснований предполагать, что права и свободы, о защите которых просит лицо, ему принадлежат, и при этом указанные права и свободы были нарушены или существует реальная угроза их нарушения. Предположение о том, что рассматриваемая норма Кодекса административного судопроизводства закрепляет различный подход к кандидатам, которые могли бы обращаться с административными исками только в случае их регистрации, и к избирательным объединениям, которые могли бы выступать в качестве истцов только по результатам выдвижения кандидатов в списках кандидатов, не прошедших этап регистрации, представляется не вполне оправданным с точки зрения соблюдения равенства прав участников избирательного процесса. В противном случае наделение правом обращения с административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата или список кандидатов, вне зависимости от регистрации выдвинутого кандидата или списка, не имело бы конституционного оправдания с точки зрения соблюдения равенства избирательных прав в сравнении с кандидатами-гражданами, чье право на соответствующее исковое заявление в силу оспариваемого законоположения увязано с обязательной регистрацией. Кроме того, с принципами юридического равенства следует соотносить право на судебное обжалование результатов выборов гражданина, участвующего в выборах, и зарегистрировано в качестве кандидата, чье пассивное избирательное право подлежит защите в форме конкретного судебного контроля, и избирательного объединения, участвующего в реализации пассивного избирательного права выдвинутых им граждан, фактически реализующие свое право на судебное обжалование результатов выборов в форме абстрактного нормоконтроля. С учетом того, что право на обращение в суд является формой реализации конституционного права на судебную защиту, Предполагается, что заявитель обращается в суд именно за защитой своих субъективных прав, которые, как он полагает, были нарушены. В связи с этим могут быть оспорены не любые решения действия бездействия соответствующих избирательных комиссий, а лишь те, которые затрагивают права заявителей. Как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, Конституционный принцип праведства оказывает регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений и выступает конституционным критерием оценки законодательного регулирования. Не только прав и свободы, закрепленных непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и прав, приобретаемых на основании закона. Принцип праведства в избирательном процессе воплощается в том числе в создании равных правовых возможностей для участников выборов. Обеспечение равных возможностей в части реализации пассивного избирательного права в пределах установленной правовой свободы зависит от действий самих кандидатов или избирательных объединений. Следует отметить, из материалов дела не следует, что заявителям оспаривались действия избирательной комиссии или ее должностных лиц, препятствующие подаче документов для регистрации выдвинутых им кандидатов. Решение избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидатов на выборов депутатов представительного органа муниципального образования не было признано незаконным, и это послужило основанием для вынесения судом определения об отказе в принятии административного искового заявления. Согласно положениям подпункта Д.2 ст.77 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов в случае установления им такого обстоятельства, как признание после дня голосования незаконным отказом в регистрации кандидата списка кандидатов, если это нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей. Между тем, в рамках данного дела подобное судебное решение принято не было. Более того, не анализируя действия конкретного заявителя в ходе избирательной кампании, необходимо отметить, что рассматривая факт выдвижения кандидата списка кандидатов как один из этапов избирательного процесса, законодательство о выборах предусматривает корреспондирующие ему средства защиты нарушенного права, как в судебном порядке, так и путем обращения в избирательную комиссию соответствующего уровня. Данные средства защиты могут беспрепятственно применяться участникам избирательного процесса при условии принятия им должных мер осмотрительности в ходе реализации пассивного избирательного права. Такое поведение является индикатором соблюдения лицом, претендующим на замещение должности в органах публичной власти, принципа осознанного и ответственного отношения к выборам как к одной из высших форм народа власти и является залогом добросовестного и ответственного выполнения возложенных на него публично значимых задач. С учетом изложенного, полагаем, часть 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации соответствует Конституции Российской Федерации. Спасибо, Михаил Валентинович. Уважаемый представитель, будут ли у Вас вопросы какие к выступавшим? Вопросы, пожалуйста, нет, но есть на дополнение. Нет, если нет вопросов, все остальное Вы можете использовать в заключительных речах, но не обращаться к новым фактам. Уважаемые коллеги судей, есть ли у Вас вопросы? Если позволите. Да. Горис Абдулайч, потом Сергей Дмитриевич. Михаил Валентинович, вопрос. Михаил Валентинович, Вы в своих рассуждениях опираетесь на определенные факты, которые были установлены, в том числе и Следственным комитетом. Скажите, пожалуйста, а в период, когда председателем комиссии был гражданин Березин, была как такова избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, или ее не было? Уважаемый коллеги судей, я специально ушел в своем выступлении от оценки уголовного составляющего данного дела. И говорил о том, что речь идет о том, что, к сожалению, норма, которая предусматривает возможность для избирательной комиссии или суда отменить состоявшееся голосование, связывается с признанием незаконных действий избирательной комиссии. Такого решения суд не выносил, потому что заявитель не обращался с такими заявлениями. Что касается, собственно, того, были ли процессы нарушения, я не оспариваю этого, и уголовная юстиция это подтвердила, но решение следователя или даже суда вынесением приговора никоим образом не отменяет необходимость вынесения решения о признании отказа от регистрации незаконным. Сергей Дмитриевич, пожалуйста. Ну, общеизвестно, что Конституционный суд не рассматривает ни уголовного дела, ни конкретного административного дела. Наша задача проверить норму, оспариваемую на соответствие Конституции. С этой точки зрения я просил бы представителей всех органов, принявших и подписавших закон, сказать, что же это за избирательное объединение, которое упомянуто в части 15 статьи 239. Какое избирательное объединение можно считать участвовавшим в выборах и выдвинувшим к кандидатам? И поясню при этом свой вопрос. Заявитель нас считает, что такое объединение приобретает соответствующие признаки и соответствующий статус после того, как кандидаты были выдвинуты и уведомление о выдвижении поступило в избирательную комиссию, как в случае с заявителем. Суды посчитали, этого недостаточно. Нужно не просто уведомить о выдвижении, нужно еще и зарегистрировать кандидатов. И этого достаточно. Вот если был зарегистрирован, ну, значит, участвовал в выборах. А Центральная избирательная комиссия в своем ответе говорит о том, что и этого недостаточно. Нужно не просто выдвинуть, нужно еще и зарегистрировать, а кроме того, нужно, чтобы по этому кандидату или списку прошло голосование. А я еще добавлю от себя, у нас есть выборы в два тура. Если в первом туре кандидат или список кандидатов участвовал, а во втором не участвовал, можно ли обжаловать результаты второго тура к такому объединению? Вот что понимает закон, вы его принимали, вы подписывали. Вы должны четко представлять, какое это избирательное объединение. Уважаемый суд, уважаемый Сергей Дмитриевич, я считаю, что это избирательное объединение, которое выдвинуло кандидатов и которое зарегистрировано, и этого уже достаточно с точки зрения моей позиции. Может быть, коллеги как-то ее подправят. Потому что именно в этом случае мы получаем, на мой взгляд, исчерпывающий круг участников этого правоотношения. Позиция, когда просто выдвинуты, но не зарегистрированы, я боюсь, что мы расширяем круг участников правоотношения, но почти безгранично. Поэтому выдвинуты и зарегистрированы. Моя позиция. Сергей Дмитриевич, ну, судя по реакции, другие участники тоже так же считают. Я забыл. Да, пожалуйста, наклоняйтесь. Уважаемый Сергей Дмитриевич, если бы в норме закона после слов, выдвинувшая кандидатов, дальше была фраза о случаях предусмотренных законом прокурор, наверное, я абсолютно согласился бы с заявителем. Но в законе сказано, выдвинувшая кандидатов и участвовавшая в выборах. Вот стоит вопрос. Участие в выборах что предполагает? Значит, по логике данной нормы, изначально выдвижение кандидатов, а это тоже ведь участие в выборах, правда? Оно уже исключено из этого процесса. Значит, и вопрос об толковании участия в выборах мы находим, я не случайно ссылался, на закон о политических партиях, который раскрывает это понятие, и закон об основных гарантиях. В данном случае закон о политических партиях более подробный, более четко фиксирует это положение. Более того, редакция закона о политических партиях по сравнению с законом об основных гарантиях более поздняя. И, к сожалению, заявитель не указал, что мы дискутируем в том числе и по нормам закона о политических партиях об основных гарантиях. Поэтому мы должны принимать понятие участия в выборах так, как предусмотрено сегодня законом о политических партиях. А это проведение голосования. И на сегодняшний день, ну и я не случайно еще приводил пример соотношения, да, почему для гражданина мы предусматриваем два критерия, выдвинутого и зарегистрированного, а для партии только выдвижение, в этом случае, если пойти по этой логике. Наверное, будет нарушена логика участия. Ведь выдвижение, собственно, это внутренний процесс для партии. Она не выходит вовне. То есть конференция может принять решение о выдвижении списка кандидатов и больше не обращаться никуда. В этом случае она тоже должна иметь право на обжалование? Я думаю, что нет. Может быть, мы же не знаем мотивы, по которым они приняли решение не предоставлять эти списки никуда дальше, не регистрировать и так далее. Мы не спорим с тем, что нарушение было. Вне всякого сомнения. Оно было, оно было нарушено. Но мы сейчас говорим о норме, которая позволяет оспорить итоги выборов. Вот итоги выборов можно оспорить только тому избирательному объединению, которое выдвинуло список и участвовало в выборах. Нет? Если еще можно. Пожалуйста. Я прошу прощения. Может быть, я злоупотребляю своим правом задавать вопросы. Но я хотел бы такой вопрос задать. В нашем случае речь идет о муниципальных выборах. В соответствии с законом, как мне кажется, и это Конституционный суд неоднократно отмечал, что когда речь идет об избирательных правах, они самоценны не столько сами по себе, сколько как элемент выборов, как высшей формы народовластия. Именно через выборы обеспечивается право каждого. Кто участвовал в выборах, кто не участвовал в выборах. Но право каждого иметь своих законно избранных представителей в органах власти. Это, конечно, на мой взгляд, обуславливает, что выбором должно быть обеспечено гражданское доверие. Что выборы должны быть снабжены такими эффективными механизмами контроля, в том числе судебного, чтобы не оставалось сомнений ни у кого в том, что эти результаты правомерны, справедливы и свободны. Вот с этой точки зрения, принимая во внимание, что у нас речь идет о выборах депутатов муниципальных, в соответствии с законом, голосование на выборах депутатов может проводиться даже в том случае, если выдвинут и зарегистрирован всего один кандидат. Вот с этой точки зрения, объясните мне, наличие оспорить результаты выборов только у этого кандидата, который победил, он был один, он на этих выборах победил. И только у избирательной комиссии, которая результаты выборов признала, отвечает ли требованию обеспечения гражданского доверия к выборам и надлежащего судебного контроля. Любые нарушения, обнаруженные другими, неважно какими, зарегистрированными, а впоследствии отмененная регистрация кандидатов. То есть, с моей точки зрения, на ваш взгляд, тот механизм, который предлагаете вы, он обеспечивает гражданское доверие к выборам в полной мере? Сначала, сначала, опять же. Да, понимаете. Уважаемый Сергей Генневич, вы забыли еще упомянуть фигуру прокурора, который тоже может оспорить результаты выборов, если есть сомнения в их результатах. Это во-первых. Во-вторых, если так сложилось, что никто больше, кроме одного кандидата, не принимает участие, значит, видимо, нет интереса у населения данного муниципального округа в проявлении своей инициативы. И они согласны с тем выдвижением кандидата, который есть. Но это апропор. Что касается механизма, то мы уже неоднократно говорили, мы предусматриваем большое количество механизмов судебной защиты на каждом этапе выборов. И мы говорим сейчас об оценке итогов выборов. Вот в итогах выборов, и Конституционный суд уже отвечал на этот вопрос, все-таки право на принятие такого решения об оспаривании итогов выборов должны иметь те лица, которые непосредственно заинтересованы в таком результате, и кто принимал участие в этих выборах. По-моему, вопрос уже Конституционным судом решен. Андрей Александрович, пожалуйста. Уважаемый суд, Сергей Дмитриевич, я понимаю действительно глубину Вашего вопроса. Я согласен, что, наверное, здесь есть определенная проблема. Но до тех пор, пока мы будем понимать право на участие в выборах именно как право пассивное, активное, именно как право, а не обязанность, я думаю, что те заложенные механизмы, которые сегодня в законе есть, они нашим целям будут отвечать. Целям сохранения правопорядка Конституционного. Еще есть вопросы, Карен? Я бы его не задавал, но поль скоро Михаил Валентинович напомнил мне о том, что все хорошо, поскольку в установленных законам случаях и прокурор может позаботиться о чистоте выборов. Я бы хотел, чтобы Михаил Валентинович со ссылкой на конкретные нормы закона указал, какие случаи, установленные законом, когда прокурор может обратиться в суд с соответствующим заявлением. Я вот их обнаружить не смогу. Сергей Дмитриевич, я не перечислю, конечно, сейчас все установленные случаи, но закон предусматривает право прокурора в данном случае оспорь. Сергей Дмитриевич, приквела не будет? Значит, тогда, Николай Семенович Бондарь, а вы думали, что закончилось? Спасибо. Спасибо. Ну, у меня, пожалуй, один вопрос, но, может быть, с двумя подвопросами. И ответ, возможно, консолидированный стороны. Вот, все-таки, в более конкретном варианте, как сторона считает, есть или полностью отсутствуют элементы нарушения прав заявителя. Имея в виду право заявителя, в данном случае, как я так понимаю, в своей основе обжалуется, конечно, нарушение конституционного права на судебную защиту. Стало быть, не можно выделить процессуально-процедурные моменты, в том числе, связанные с тем, данный субъект может считаться участвовавшим в выборах, и так далее, то есть процедуально-процедуальные. И материальные моменты, касающиеся уже защиты как бы возникшего права у субъекта обращения в Конституционный суд. И, как скоро я грозился, два подвопроса, и последний, вот в связи с этим подвопрос, вот в пределы дискреции законодателя при решении вот этих вопросов процедурно-процессуальных, с одной стороны, связанных с возможностью, невозможностью обращения в суд, и материальных, связанных с защитой уже возникшего права на участие в выборах. Уважаемый суд, уважаемый Николай Семенович, я, поскольку уже, наверное, частично ответил на ваш вопрос, я начну. Я считаю, что, исходя из материалов дела, да, пусть действительно прекращено, но все-таки мы видим, что по нереабилитирующим основаниям прекращено уголовное дело. Мы это не разбираем дальше, мы просто принимаем это к сведению. Я считаю, что действительно права были нарушены заявителям. Я считаю, что законодатель в данном случае установил механизм восстановления нарушенных прав в части 2 статьи 239, дав возможность обжалования бездействия комиссии. Именно так я могу оценить то, что я вижу сейчас из материалов этого дела. Заявитель не воспользовался этим правом и принял решение защищать свои права иным способом посредством обращения к уголовной репрессии, к уголовному судопроизводству. Я считаю, что в правовом государстве, безусловно, обязанностью законодателя является постоянное и создание, и совершенствование механизмов восстановления нарушенных прав. Это одна из основных, наверное, задач наших. Но в то же время я не считаю, что мы должны, давая такие механизмы, бесконечно увеличивать их количество. Потому что я считаю, что у заявителя есть полное право выбрать тот или иной путь, по которому он готов идти. И если он дальше считает для себя необходимым идти по пути участия в избирательном процессе, обжаловать, используя все предоставленные в законе возможности для этого, и дальше, возможно, добиться регистрации, участия в выборах и так далее, и, возможно, в последующем оспаривать их итоги, это его право. И эти положения, такие механизмы в законе сегодня есть. Если заявитель принимает решение иное, и идет по другому пути, он требует привлечения к ответственности лиц, которые воспрепятствовали его законным правам. Это тоже его право. И в рамках действующего законодательства он его получил и реализовал в том объеме, как это позволял закон. Николай Семенович, я прекрасно понимаю, что вот этот выбор между способами защиты, формой защиты, казалось бы, очевидностью нарушений. Но давайте чуть-чуть отвлечемся, представим себе ситуацию. Совершена кража. Мы обращаемся, естественно, к форме уголовной защиты. Уголовная юстиция находит виновного, но не может пока возместить ущерб. И в этом случае есть механизм, когда после вынесения приговора есть порядок возмещения ущерба, который, как правило, осуществляется в гражданском порядке. В данном случае ситуация очень похожая. Ведь никто не мешал после вынесения постановления следователя признать незаконным. Да, уже была некая приордициальность в действиях установлена. И можно было в более легком порядке установить незаконность решения об отказе. И тем самым реализовать. Но перескочить сразу, только опираясь на приговор суда, сказать о том, что это незаконно априори, без вынесенного решения судом, наверное, это неправильно. Механизм должен соблюдаться до конца. То есть автоматически сказать, что поскольку мы привлекли к ответственности председателя избирательной комиссии, то, соответственно, все решения были незаконны. Наверное, все-таки для этого существует специальная процедура. И уголовный закон не предусматривает анализ всех тех вопросов, которые подлежат оценке в этом случае. И еще раз повторю. Закон сегодня предоставляет право Центральной избирательной комиссии, суду, отменить решение по выбору в случае, если было признано незаконным отказом по регистрации. Но этого решения, к сожалению, не было вынесено. Поэтому ведь и заявитель не случайно нас просит признать в части, что вот если есть решение суда, обратите внимание на формулировку заявителя, что, по его мнению, некондиционно, поскольку суд вынес, пусть и не приговор, но хотя бы решение об амнистии, определение, то в этом случае тоже надо признавать незаконным. То есть нам предлагают заместить решение суда в порядке административного судопроизводства о признании незаконным отказом регистрации на уголовное решение. Я полагаю, что здесь вполне очевидная ситуация, когда просто недоиспользованы те возможности, которые были. Николай Семенович, все? Спасибо. Больше нет вопросов, коллеги? Нет. Хорошо. Тогда, уважаемая Татьяна Александровна, прошу вас. Уважаемый высокий суд, я присоединяюсь к той позиции, которая имеется в письменном виде у всех участников процесса и к тем доводам, которые изложили сегодня подробно представители стороны, принявшие и подписавшие оспариваемые акции. И полагаю, что оспариваемые заявителем положения части 15 статьи 239 КАС не могут признаны несоответствующими Конституции с учетом тех правовых позиций, которые ранее высказывал Конституционный суд, в частности, в определениях от 23 июня 2016 года, номер 1411О и от 18 июля 2017 года, номер 1780. И эти правовые позиции в полной мере могут быть использованы при рассмотрении сегодняшнего дела. Уважаемый высокий суд, избиратели, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и общественные объединения, наблюдатели и другие участники избирательного процесса, как уже сегодня неоднократно говорилось, обладают различным объемом прав и обязанностей в разные периоды избирательной кампании, кампании и референдума, и могут обращаться в суд за защитой этих прав, если считают их нарушенными. Тем самым, мы говорим о том, что всем участникам представлена надлежащая судебная защита. Положение части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства во взаимосвязи с положениями статьи 77 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, по нашему мнению и, как указывал Конституционный суд, определяют исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право обращаться с заявлением об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования о результатах выборов. Тем самым, действующее правовое регулирование дифференцирует порядок обращения в суд в части определения участников избирательных правоотношений, правомочных обращаться в суд с соответствующим заявлением с учетом характера их субъективных прав, что согласуется с позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 22 апреля 2013 года номер 8 П, согласно которой федеральный законодатель обладает определенной свободой усмотрения при создании конкретных процессуальных механизмов судебной защиты избирательных прав, включая установление формы ее реализации, круга субъектов и оснований для обращения в суд. С учетом положения федерального закона номер 67 возможно выделение двух стадий избирательного процесса – выдвижение списков кандидатов и регистрация списков кандидатов. Также федеральный закон 67 разделяет выдвинутый список и зарегистрированный список кандидатов. Пункт 1 статьи 37 Федерального закона о политических партиях устанавливает, что политическая партия считает участвующей в выборах в случае проведения голосования за выдвинутые ею и зарегистрированные списки кандидатов. Учитывая изложенное, участвующим в выборах следует считать избирательное объединение, наименование которого включено в избирательный бюллетень и которого касаются вопросы, связанные с установлением итогов голосования, определением результатов выборов. Голосование избирателей за выдвинутые, но не зарегистрированные списки кандидатов не осуществляется, в связи с чем вопросы, связанные с установлением итогов голосования, определением результатов выборов не затрагивают парова избирательных объединений, выдвинувших эти списки. Выдвижение кандидата является этапом, на котором политическая партия и избирательные объединения осуществляют инициативу определения кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность, а регистрация кандидата является этапом, при котором избирательная комиссия фиксирует эту инициативу. Таким образом, по нашему мнению, действия избирательных комиссий по регистрации кандидатов имеют целью легитимизировать участие выдвинутых претендентах выборов. Вместе с тем, последовательность избирательных процедур, закрепленных в федеральном законе, предполагает, что дальнейшие действия участников избирательной кампании могут рассматриваться только при прохождении процедуры регистрации кандидатов. Так именно с момента регистрации федеральный закон связывает осуществление таких действий кандидата, как проведение предвыборной агентации, освобождение его от работы, службы военных сборов, учебы и занятий на любой день, любое время со дня регистрации кандидата до официального опубликования результатов выборов, назначения наблюдателей, особый порядок привлечения к уголовной ответственности, к административной ответственности. Уважаемый высокий суд, в то же время в силу положения статьи 75 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации предусматривается обжалование в суд и в вышестоящую избирательную комиссию решений действий или бездействий, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации с возможностью своевременной отмены оспариванных решений и возложения на соответствующую комиссию обязанности совершить определенные действия, направленные на восстановление нарушенных прав. При этом процессуальный порядок обеспечения доступа к правосудию по таким делам определен в главе 24 кодекса административного судопроизводства и в частности в порядке части 10 статьи 239 кодекса. Сегодня уже неоднократно говорилось и собственно говоря представитель заявителя отвечал на вопрос о том, что они не оспаривали ни в суде, ни в вышестоящей комиссии решения, но в данном случае не действия, а бездействия избирательной комиссии муниципального образования, которым были созданы препятствия для подачи документов в этот избирательный орган с целью регистрации кандидата. Еще раз повторюсь, что присоединяясь полностью к тем доводам, которые изложили представители стороны, принявшие и подписавшие оспариваемый правовой акт, полагаю, что заявители в полной мере не использовали предоставленных им тот период действующим законодательством возможностей по защите своих прав, не обращались в суд с соответствующими заявлениями. И на сегодняшний день нет оснований для признания части 15 статьи 239 КАС не соответствующим статьям 32 и 46 Конституции Российской Федерации. Спасибо, Татьяна Александровна. Уважаемая Мария Аркадьевна, прошу вас. Уважаемый высокий суд, разрешите мне не повторять те же самые доводы, которые уже сегодня прозвучали и в речах всех представителей стороны, которые приняла и подписала оспариваемый акт, а самое главное в дискуссии, которая состоялась уже после. Мы полностью поддерживаем эту позицию, полагаем, важнейшим элементом является здесь регистрация кандидата и в дальнейшем возникновение у него соответствующих прав и обязанностей. И поддерживаем то, что сегодняшним заявителям не полностью исчерпаны все возможности, которые для него дает КАС, все пункты как раз 239-й статьи, которые позволяют в разных вариациях оспаривать на том или ином этапе избирательного процесса те права, которые могут быть нарушены. Так что спасибо, поддерживаю. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, вы будете выступать, да? Прошу вас. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как уже было сказано в ходе оглашения материалов данного дела, запрашивалась уважаемым судом на предмет существа спора, и вы изложила свою письменную позицию, которая имеется в материалах дела, доведена до всех участников процесса. И эта позиция фактически коррелирует с теми позициями, с которыми выступали уважаемые представители органов, принявших оспоренный акт. Я хотел бы, помимо того, что всецело присоединиться к этим правым позициям, которые изложены были уважаемыми представителями сторон, указанных мною, отметить еще следующее обстоятельство. Исходя из тех данных, которые мы имеем на сегодняшний день, исходя из тех доводов жалобы, которые являются предметом сегодняшнего рассмотрения, необходимо отметить еще один важный, на мой взгляд, элемент, который связан с тем, что на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос правополитической партии обжаловать результаты выборов в тех условиях, в которых она оказалась, точнее ее регионального отделения. Но за этим необходимо еще и помнить тот факт, что это избирательное объединение выдвинуло 20 кандидатов по многомандатным избирательным округам в 15-м муниципальном округе города Санкт-Петербурга, каждый из которых, будь он зарегистрированным или пытаясь оспорить в установленном законном порядке факт своей нерегистрации, в том числе путем обжалования бездействия, получил бы право, безусловно, на обращение в суд с административным иском об оспаривании результатов выборов. Мы видим, что сама политическая партия в своей жалобе указывает на то обстоятельство, что несколько из этих кандидатов оспорили результаты выборов, то есть уже постфактум. При этом также в жалобе содержится утверждение о том, что заявителям, а также большинством выдвинутых ее кандидатов были использованы все эффективные способы защиты нарушенных избирательных прав. Вот это подчеркнуто, уважаемым заявителям. Однако, как уже здесь сегодня неоднократно говорилось, на мой взгляд, согласиться с такой позицией о том, что все эффективные способы были исчерпаны, нельзя. Почему? Потому что Кодекс административного судопроизводства устанавливает достаточно широкий круг тех самых способов эффективной защиты нарушенного избирательного права и партии, и гражданина. В данном случае, когда избирательная комиссия, безусловно, с этим сворить сложно, 15 округа не в соответствии с законом поступала, это действительно видно из материалов уголовного дела, и больше того скажу, что когда в свое время в Центральную избирательную комиссию поступали обращения, но не от избирательного объединения, которое является заявителем по этому делу, и не от кандидатов, которые были выдвинуты, также в рамках реагирования на сложившуюся ситуацию не только по этому муниципальному округу, но и по другим муниципалитетам Петербурга, со своей стороны также инициировала обращения в уполномоченные органы, в том числе в органы прокуратуры, вот по ситуациям, которые связаны с этими выборами, где аналогичным образом отмечались нарушения. Но, еще раз подчеркну, жалобы ни к кандидатов, ни партии в избирательную комиссию, и Центральную, и, насколько мне известно, в Санкт-Петербургскую городскую тоже не было. Выборы муниципальные проводит их избирательная комиссия муниципального образования, над которой нет вышестоящей избирательной комиссии, по смыслу которой заложен в пункте 1 статьи 20 Федерального закона об основных гарантиях, и в подпункте 22 статьи 2 указанного закона. Но при этом пункт 7 статьи 75 Федерального закона о гарантиях четко устанавливает механизм правовой защиты нарушенного права путем установления инстанционности обжалования в административном порядке действий и решений избирательных комиссий, нарушающих избирательное право граждан. И в этой связи удивляет только то, почему ни заявителям, ни выдвинутым им кандидаты не использовали те предусмотренные и законом об основных гарантиях механизмы, и кодексам административного судопроизводства. Не зря в КАСе установлен сокращенный срок рассмотрения дела защиты избирательных прав граждан в период избирательной кампании. Он составляет 5 дней. Не зря частью 3.298 статьи КАС установлен сокращенный срок оспаривания в апелляционном порядке указанного решения. Не зря предусмотрен механизм обращения решения к немедленному исполнению, в случае если действительно есть угроза того, что несвоевременное исполнение повлечет еще больше нарушений избирательных прав граждан. Вот эти правовые механизмы не были использованы, однако они являются как раз теми эффективными, своевременными механизмами, которые должны были, на мой взгляд, и на взгляд Центральной избирательной комиссии, быть использованы в рассматриваемом случае. Заявитель, как избирательное объединение, так и выдвинутые им кандидаты, только лишь постфактум, уже после состоявшегося дня голосования, обратились в суды с исками об отмене результатов выборов. Между тем, избирательное объединение и выдвинутые кандидаты, если они имеют реальный интерес к участию в выборах, с точки зрения, что довести до избирателей свою позицию и максимально добиться поддержки избирателей, должны все-таки быть заинтересованы в том, чтобы предусмотренные законом процедуры участия в выборах были реализованы. И в этой ситуации предусмотренная гарантия, установленная законом для случаев, когда кандидат, которому было незаконно отказано в регистрации, имеет право оспорить результаты выборов. Это хорошо известное постановление уважаемого суда по делу Траспова. И исходим в том числе и из него при оценке и этой ситуации. Круг субъектов, которые вправе обращаться в суд с иском об отмене результатов выборов, также проанализировано уважаемым Конституционным судом в постановлении от 22 апреля номер 8П, от 22 апреля 2012 года номер 8П. Кроме того, обращают на себя внимание и правовые позиции, которые изложены уважаемым судом в определении от 7 июля 2016 года номер 1422-го, и, конечно же, от 23 июня 2016 года номер 1411-о. И в этой ситуации остается лишь только присоединиться к позиции о том, что норма части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства, она, безусловно, является соответствующей Конституцией, поскольку позволяет обратиться в суд с административно-исковым заявлением в том случае, когда будет доказан факт нарушения права избирательного объединения на участие в выборах и выдвинутые кандидаты. Между тем, в данном случае, в установленном законном порядке, который в том числе анализировался Конституционным судом, мы не имеем. Мы имеем лишь только постановление следователя о прекращении уголовного дела. Никто не оправдывает избирательную комиссию 15-го округа, да, безусловно, но при всем при этом мы видим, что и избирательное объединение не проявило должной степени осмотрительности и внимательности и не воспользовалось теми процессуальными гарантиями, которые предусмотрены названными позициями Кодекса административного судопроизводства и теми гарантиями, которые заложены в базовом фундаментальном законе об основных гарантиях избирательных прав граждан, прежде всего, 75-я его статья. И если мы будем говорить о некой возможности расширения круга лиц, которые будут вправе оспорить результаты выборов, то, мне кажется, действительно, как уже это отмечалось, постановление 22 апреля 2013 года номер 8П достаточно полно отвечает на этот вопрос. Но теоретизируя дальше, можно предположить, что если лица, которые выдвигались кандидатами, но не имели фактически намерения участвовать в выборах, а с таким мы сталкиваемся в том числе, и им дать право на обжалование результатов выборов, то о каком балансе тогда прав и законных интересов граждан и кандидатов можно вести речь? Если лицо, которое и не претендует в конечном счете на занятие должности, на участие выборов в том формате, как это предусмотрено законом, а делает это в иных целях, и его наделять еще дополнительными правами, то не будет ли здесь какого-либо перекоса в сторону злоупотребления такими правами? И в этой ситуации, мне кажется, что часть 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства, устанавливая определенный перечень субъектов, кто вправе обжаловать результаты выборов, действительно указывает, помимо прочего, еще и прокурора, который наделен правом на оспаривание результатов выборов. Это вытекает из положения федерального закона о прокуратуре, в том числе и самого Кодекса административного судопроизводства. И, кроме того, нельзя забывать, что таким правом наделена и избирательная комиссия в силу положения пункта 1.1 ст. 77 Федерального закона об основной гарантии, когда она сама вправе обратиться с соответствующим иском об отмене результатов выборов. В этой связи, я полагаю, что вот в совокупности указанные гарантии, они в полной мере являются конституционными, и согласиться с доводами уважаемого заявителя о том, что они противоречат Конституции, указанным в жалобе статьям, на мой взгляд, не имеется. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вы, Сергей Федорович, будете выступать? Нет? Тогда я хотел бы спросить уважаемых представителей, есть ли у вас какие-либо ходатайства при общении дополнительных каких-либо документов? Что вы показываете? Обсуждался как раз вопрос того, что отсутствовали действия заявителя по обжалу. Дмитрий Юрьевич, я так чувствую, что вы еще раз хотите в данном этапе нашего слушания сделать пояснение, то, которое вы хотели, видимо, тогда... Да, просто участники процесса продолжают свою мысль, а... Сейчас я вам скажу еще раз, что сейчас не надо это делать. Вы можете воспользоваться заключительной речью, и там по ходу комментирования или как-то отношения к выступлениям, к позициям, там можете сказать. Сейчас не та стадия. Сейчас стадия только заключается в том, что мы будем решать вопрос о возможных ходатайствах о приобщении каких-либо дополнительных документов. Я понимаю, с теми, которые у вас есть на руках, вы не возражаете, чтобы они были в деле как приобщенные, да? Нет возражений. Есть ли дополнительные какие-либо ходатайства о приобщении каких-либо документов? Нет. Нет. У вас? Нет. Уважаемые судьи, у вас? Нет. Тогда теперь я хотел бы спросить, будете ли вы выступать с заключительными речами? Вы будете выступать с заключительной речью? У меня короткий вопрос. Будете, да. Вы будете и будете. Тогда, Антон Юрьевич, прошу вас. Вот тут вы можете выступить с тем, видимо, с чем вы хотели, но так, чтобы не повторять, чтобы не выходить за пределы предмета и не рассматривать те фактические обстоятельства, на которые вы не ссылались в своем выступлении и, соответственно, в заводе. Да, мне были заданы вопросы по поводу обжалования. Я имел в виду, что обжалование в судебном порядке не производилось, но вместе с этим производилось обжалование в рамках избирательной комиссии. По результатам осмотрения обращения председатель местной комиссии был снят. Это к вопросу, который неоднократно обсуждался здесь выступающими. Такие действия были. Сами кандидаты выдвинутые также обращались еще в рамках ГПК за обжалование таких действий. К сожалению, на тот момент не было возбуждено уголовное дело. Соответственно, эти судебные акты получились отказными. В последующем, уже после возбуждения уголовного дела, как раз заявитель стал обращаться от своего имени. Мы считаем, что фактически положение части 15-239 статьи КАС ограничивает возможность заявителя, в том числе в данном конкретном случае, на обжалование действий, поскольку фактически он не имеет возможности восстановить свое право, несмотря на то, что оно было нарушено и несмотря на то, что подтверждение этого нарушенного права нашло документальное подтверждение. Поэтому мы считаем, что данная статья как раз подлежит корректировке в части расширения круга лиц, которые могут обжаловать результаты выборов. И фактически это может быть и объединение, выдвинувшее своих кандидатов. То есть круг лиц может быть расширен не только до всех избирателей, а еще и ограничен. Ограничен как раз для исключения ситуации, которая произошла по делу, которое стало основанием для обращения. Все у вас, да? Значит, уважаемые представители, вы не надумали. Нет, все, хорошо. Значит, уважаемые судьи, я хотел вас спросить, есть ли необходимость рассматривать какие-либо новые обстоятельства и соответствующие доказательства, исследовать имеющие существенное значение для дела, помимо того, что мы уже сделали? Нет существенного. Нет, нет, не вижу. Тогда слушание дела завершено. Решение будет приниматься в закрытом заседании суда. И о дате провозглашения решения вам будет сообщено дополнительно. Спасибо всем. Всего доброго. Прошу встать. Прошу встать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова